Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. С объявлением мобилизации в России прошло больше недели. Продолжают гореть военкоматы и административные здания. По всей стране проходят митинги и пикеты, которые жестко пресекаются полицией и ОМОНом. По данным ОВД-Инфо, с 21 по 26 сентября задержано 2413 человек. В народе пошли слухи, что с 28 сентября будет закрыт выезд из страны всем мужчинам, потенциально попадающим под мобилизацию, что стало причиной массового оттока из России мужского населения. Паника нарастала в геометрической прогрессии. Билеты на самолеты и поезда на ближайшие дни закончились, а оставшиеся стоили космических денег. На границах с Казахстаном и Грузией образовались километровые пробки из желающих выехать из страны. Часто люди ждали своей очереди на КПП по 4-5 суток, разбивая полевые лагеря. Российские власти разворачивают на границах мобилизационные пункты. На Верхний Ларс пригнали военную технику. Тем временем, вечером 26 сентября, в экономической зоне Дании, в Балтийском море взорваны несколько нитей обоих северных потоков, в результате чего их функциональность была прекращена окончательно и, по словам экспертов, восстановлению не подлежит. Днем ранее власти Польши открыли газопровод Baltic Pipe, который обеспечит несколько европейских стран газом из Норвегии до 10 миллиардов кубометров в год. Начало поставок запланировано на 1 октября, а выход на полную мощность ожидается к началу зимы. Наверняка в этом и состоял план великого геополитика – потратить кучу ресурсов, чтобы потом вмиг все закончить. Или как? А 27 сентября закончились путинские референдумы на оккупированных территориях Украины. Явка от 77 до 97%, а итоги от 87% в Херсонской области до аж более чем 99% в ДНР за вхождение в состав России. Это просто праздник какой-то. Результаты референдумов не признали даже союзники. Например, Турция, Сербия, Казахстан. Напряжение нарастает, и мало кто понимает, чего ждать от возникшего кризиса дальше. Но, как обычно, готовимся противостоять худшему. А между тем, 30 сентября, на фоне яростного контрнаступления ВСУ и окружения оккупированного Лимана, Путин готовился объявить о вхождении украинских территорий в состав России. Часы судного дня впервые за полвека превращаются в секундомер. Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут на поповую, как гиббес. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Вот так и действует по этому принципу. А тех, кто начинает задавать справедливые вопросы, а, собственно говоря, почему? Почему так? Немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит, по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу. Россия! 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 Продолжение следует...